Всем привет! Я Наталья Микзорова, с вами проект Кухни Мои Мечты. Сегодня я вам расскажу про эти два ковша, которые я приобрела из разных серий, вернее даже не приобрела. Вот этот ковшик мне подарили, кастрюля ковш. Этот ковш фирмы Беккер, это немецкая фирма. А вот этот ковш я купила в наборе Таллер. Таллер это английская фирма. Сегодня я проведу сравнительный анализ этих двух кастрюлек. Потому что это посуда, которая встречается на прилавках нашего города. Скажу сразу, что по своему объему они абсолютно одинаковые. Объем у них полтора литра. В основном я в них готовлю каши. Или мы что-то в них разогреваем. Несколько слов о фирме. Фирма Беккер, как я сказала, немецкая фирма. Но на самом деле, если мы зайдем на сайт этой фирмы, то мы увидим, что все-таки эта посуда делается не в Германии. И она делается на заводах в Китае, которые скорее всего или арендует фирма, или это ее собственные заводы. И вы знаете, когда я покупала набор Таллер, я, конечно, среагировала на производителя. Написано было, что Англия. На самом деле это никакая не Англия. То же самое. Все сделано в Китае. Хотя и написано, что там под чутким руководством, с жестким контролем качества. Все может быть. Причем я не скажу, что вся китайская посуда, она плохая. И если говорить о составе и этого ковша, и этого, то они сделаны абсолютно из одинаковой стали. Единственное, что разница в толщине стенок. То есть вот этот ковш, у них толщина стенок очень тоненькая. Он очень легкий, чтобы я не сказала об этом ковше. То есть здесь, конечно, придает вес ручка металлическая, и толщина стенки, и толщина дна. Он достаточно тяжелый, что не очень удобно. Может быть, это хорошо для устойчивости посуды, но для эксплуатации это не очень удобно. Так, ну давайте начнем по порядку. Расскажу, что мне нравится в этом ковше. Во-первых, здесь очень тонкая сталь. И он очень легкий. То есть его удобно держать. Он не имеет большого веса. В нем очень быстро готовится, закипает вода, и готовится, например, каша. Буквально в течение 5 минут. Можно ее сварить очень быстро. В нем стеклянная крышка. И видно, что вы готовите, как вы готовите. У него ручка, которая не нагревается. И это удобно очень. И она не скользящая. То есть она такая шероховато идет. И очень удобно брать крышку, потому что крышка тоже идет с пластиковым ободком, который не нагревается. Этот ковш я мою в посудомойке. Но вот есть некая тенденция к тому, что он начинает темнеть. Видите, от эксплуатации, от огня. То есть поверхность его темнеет. Значит, здесь есть отверстие для выхода пара, но оно совершенно бесполезное. И если говорить о минусах этого ковша, то я бы отметила то, что здесь совершенно невозможно готовить с закрытой крышкой. То есть если блюдо у вас кипит, несмотря на то, что здесь есть отверстие, какая-то часть пара, может быть, и выходит через это отверстие, но приходится все время вот таким образом открывать крышку, что опять и плохо, потому что крышка начинает пачкаться от того, что вода бывает кипит, и здесь вот появляются брызги, и бывают иногда подтеки есть какие-то, которые стекают, например, с этой стороны. Вот мне в этом ковше не понравилось. Что еще здесь мне не нравится? То есть этот ковш достаточно легкий, и он бывает, что ерзает по плите. То есть надо обязательно следить, чтобы его не задеть, потому что он может сдвинуться. Ну и самое большое, что мне здесь не нравится, вот если я вам переверну крышечку и покажу чуть-чуть поближе, обратите внимание, значит, здесь винчин шуруп, не знаю, видите вы или нет, с ржавчиной. И вот эта ржавчина, несмотря на то, что написано, что посуду можно мыть в посудомойке, и плюс то, что это не ржавеющая сталь, все-таки здесь начинает ржаветь из-за этого шурупа или винта, я не знаю, как правильно это называется, ну мне и в принципе, как женщине это не обязательно знать. И еще один минус, вот здесь вот скапливается вода, прямо вот в отверстии, если вы здесь внимательно посмотрите, то там есть вода, которая постепенно вытекает. То есть когда я достаю из посудомойки, мне нужно обязательно поставить его на сушилку, хотя она сухая крышка, чтобы здесь вытекла вода. Вот это, конечно, доставляет определенный дискомфорт. Но в целом, ковшик неплохой, готовить я в нем люблю. Теперь поговорим мы об этом ковше. Здесь вот, смотрите, довольно-таки внушительный вес сразу. Ну и можно хорошо качать, например, себе мышцы, если вместо утренней зарядки. Значит, плюсы этого ковша. Я уже сказала, что, во-первых, стенки очень толстые, гораздо толще, чем стенки в этом ковше. И здесь тепло приготовленной пищи сохраняется очень продолжительное время. То есть буквально несколько часов пища может быть теплой при герметично закрытой крышке. Значит, какой еще плюс здесь есть? Если я здесь что-то тушу, то практически здесь ничего не подгорает, в отличие от этого ковша. Потому что здесь дно, оно не толще, оно просто из стали, которая толще, из которой толще стенки. И, соответственно, она прогревается равномерно. Несколько слов о крышке. Вот видите, здесь идет пограничная отметка, литр. Если вот отсвечивает, я не могу сказать, видите вы или нет. Если я наливаю литр жидкости, то я могу готовить с закрытой крышкой. То есть оптимальное количество жидкости в этом ковше 1 литр. Максимальное 1 литр 25. На среднем газе я могу готовить блюдо с закрытой крышкой. Что очень удобно. Почему? Потому что оно быстрее готовится. Здесь есть 3 отверстия на крышке. Вот они здесь находятся. Через которые выходит пар. Но если я налью выше отметки литр, то мне все равно приходится крышечку вот так приоткрывать. Потому что будет и огонь убавлять на медленный совсем. Потому что будет переливаться через край. То есть здесь вот, что мне понравилось, здесь вот эти есть насечки. Отметки я могу сориентироваться. Сколько и чего я могу налить, чтобы мне готовить при закрытой крышке. Дальше, какой еще плюс есть. Крышка здесь достаточно тяжелая. Она плотно прилегает. Но и вес у нее за счет того, что вот есть такая массивная ручка, которая прикреплена точечной сваркой. И если вы обратите внимание, то здесь никакой ржавчины я пока не вижу. Но у меня есть другая кастрюля из этой серии, в которой я готовлю компоты. Большая 5-литровая кастрюля. И там, конечно, вот здесь на винте появилась ржавчина. Значит, здесь еще есть тоже плюс, что крышка у нас стеклянная. И я тоже могу видеть, каким образом идет процесс приготовления. Закипело у меня или не закипело блюдо. Что сказать о ручке? Значит, ручка не нагревается. Но если очень длительно вы тушите, то есть некое такое небольшое нагревание. Но я скажу сразу, что я не пользуюсь прихватками, когда пользуюсь этой посудой. То есть нагревается все так, что достаточно можно взять руками, и это не будет горячо. Поэтому здесь, видите, есть ограничитель, который, скорее всего, накапливает тепло. И дальше тепло уже не проходит. И поэтому спокойно можно брать посуду без прихваток. Какой еще плюс? В этом кошеке можно готовить в духовом шкафу. Потому что он полностью металлический стекло, здесь жаропрочное. И это преимущество перед этим. Потому что в этом кошек уже в жаршем шкафу не подготовишь из-за того, что здесь есть вот такие пластиковые ручки и держатель на крышке. Что хочу сказать по мытью? Вы знаете, посуда из нержавеющей стали отличается тем, что на ней остаются пятна от моющих средств. Как бы я ни хотела, я поменяла несколько моющих средств. И, вы знаете, какие-то лучше, какие-то хуже. В принципе, посуда отмывается, но все равно вот какие-то пятна остаются. И единственное, после того, как вы достаете такие кастрюльки из посудомойки, то нужно обязательно протереть тряпочкой, какой-то салфеткой, чтобы вот эти пятна убирались. Они, в принципе, убираются. И вот обратила внимание, что очень большое влияние оказывают таблетки, качество таблеток, которые вы используете в посудомойке. Вот я взяла, обзор я таблеток сделаю обязательно. Вот я взяла дешевые таблетки, дорогие дешевые. Конечно, они все-таки, они не очень хорошо подходят для посуды из нержавеющей стали. Что бы я в общем сказала об этих двух ковшах? Что одна, что вторая посуда, они практически идентичны. Единственное, что я знаю, что наборы Беккер гораздо дешевле. То есть наборы Таллера не дороже. А вообще, вот в интернете я много читала об этой посуде. Отзывы, в принципе, хорошие. Единственное, всех смущает вот это, то, что изготовлено в Китае. Я бы вот что сделала? Я бы еще, конечно, вот так как мне подарили только ковш из этого набора, я бы, может быть, для себя прикупила бы еще набор Беккер. Но мне кажется, что он все-таки прослужит гораздо меньше, чем вот набор Таллер. Так как здесь есть пластиковые элементы. И даже по качеству исполнения, конечно, Таллер выглядит он более монументально, более красиво, чем Беккер. Хотя, кто знает. На посуде Беккер, вот я вам сейчас покажу, ставится вот такой штамп. А на посуде Таллер ставится вот такой штамп на дне. То есть, видите, по качеству исполнения, все-таки, мне кажется, посуда Таллер, она более привлекательна. Где бы купить? Неплохие цены в Реал Маркете у нас в Котласе. Очень неплохие цены в магазин Хозяин на Луначарского 10. Я там видела очень завышенные цены. Магазин Эксперт. Потому что тот набор, который мы приобрели в Реал Маркете, с гораздо меньшим количеством предметов в Эксперте, стоит гораздо дороже. Что мы были удивлены, на целых 2000 рублей. Поэтому обязательно, прежде чем приобретать посуду, сравните цены. Но из всей посуды, которую я видела, более-менее вот эти наборы привлекательны. Я сравниваю, что обыкновенные кастрюли, которые раньше были у меня, и вот эти кастрюли, эти выигрывают. Может быть, есть еще более круче посуда и более красивее. Но вот в Котласе, к сожалению, я пока вот не встречала. Если вы знаете, где она продается, то обязательно сообщите мне. И я попробую, возьму тестирование для себя. Хотя бы там пару кастрюль. И мы посмотрим, действительно ли они достойны внимания, чем вот эти вот два набора. Беккер и набор кастрюль Тайлер. С вами была Наталья Низорова. И мой авторский проект «Кухня моей мечты» приглашает вас в наше сообщество. Будьте с нами, узнавайте все интересное из первых уст. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!